Так, покинул, короче, покинул я группу. Короче, сегодня у нас следующие матчи, вот, Нерчо Хеллрейзер почему-то не стоит сегодня в списке, я не знаю почему, если честно. Учитывая лайф против Кина, ДНС Марин Лорд и Лейзер Смут, сегодня такие игры будут на Варде Опен, собственно, мы и ждем их. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, стрим должен подняться был, ребят. Ну все, ждем начало. Завтра у нас будет... Сразу... А, ну ладно, про завтра потом расскажу, хрен с ним. Сетворк активировал премиум на ваш канал. Переключаю канал, спасибо, Сетворк, спасибо всем ребят, помнишь, поддерживать мой канал, естественно, надо. Вот, элементарно это... Так, от Сетворк, кстати, я тебе добавил вообще, не? Кажется, нет. Да, Сетворк добавлю сейчас тебя. Короче, ребят, помните, что поддерживать на меня и мой канал, как вы знаете, отключать облоки, подписываться на премиум. Вот, так, поддерживать через плеер. Чего это за шляпы? Чего это за шляпы? Центр, смотрите, напрямую. Так, Андрюх уже отдельно... Уже сделал стоп-старт. Ну, вот. Выложить можно будет, в принципе. Добро пожаловать! Продолжение следует... 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 Ну, мод в полоту, поэтому, естественно, только у кого лотов в этот мод могут играть. Я так думаю, хотя я не уверен по поводу мода. Так, здесь интересно, Марик из кустов стрелял. Ну, куда-то побежал-то, надо было до конца стрелять, вдруг успел бы убить. Ну, конечно, он ничего на самом деле не успел убить, но там один хп был на один выстрел фактически, поэтому бегать смысла не было. 53-60 парабам, в общем-то, у лимиту по боевому одинаково практически. У Кина готова плюс один на атаку, но у Лайва один-один сейчас будет, там армор запасывает. Крайдам будет сейчас ровно примерно, здесь Лайв спокойно отбился от жилого Кина, но надеюсь, КСМ-ок отстает сейчас. Ну, в принципе, это, конечно, не очень хорошо, но не критично далеко. Здесь вторая с факта пошла, бараки добавляются, один один сейчас будет готов. Армори, армори уже есть. Тут тоже есть армори, тоже, тут 2-2 сразу заказано. У Лайва, кстати, сразу же вообще 2-2 пошло. Кинг после атаки втыкается армором, но побыстрее вспомнить бы ему. Вот тоже, глядя, пошли. Вообще, посмотрите, тайминг щитов, все вообще одинаково практически. У Лайва на технику еще плюс один, смотря на что, парабам он устает, как бы. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что тут, в центре движушечка идет. Лайв отогнал немножко юнитов Кина, там парочку принял в центре. В это время вырыв идет со стороны Кина сверху. Но у Лайва есть сенсор Тауэр, он все прекрасно видит, как бы. Кин зашел, немножечко попугал, сразу назад уступает. Это решение верное, что надо походить, да, пошатать вот так немножечко и уйти просто. Прошу прощения. Тем паче с Элайв подрезает два медивака, подрезает Мариков, несколько штук. Кин ошибается здесь, в этом направлении Мариков забыл с медиваками. В это время пытается опять в другого направлении зайти. Смотрите, Элайв взял и на рунном месте Кина перемасил сейчас. Очень интересный тут расклад. Бараков, хорошо, Бараков 8 штук уже у Лайву, сколько у Кина. Кин добавляет, но он только 7 будет, факты 2, 4, СС-шку ставит, а Лайв пока 4-ю не ставит. Здесь уже больше Бараков. Еще мы Лайв 3, блин, как по линейке, сразу 3-3. Вторая атака на технику пошла. Тоже с двух направлений идет пошатать. Идет на 12 часов частью Мариков. Здесь через 6 пока никуда не идет. Ну, С-97-173, можно пытаться разводить, шатать. Социальщика прямо на лоу-граунде, я так понимаю, заказана. Мариков вроде как подрезала Лайв сейчас. Танки не все берет далеко. Простимпачил Лайв, часть Мариков заходит через 6 часов с направления ко второй базе Кина. Ну, Кин готов к Кине. Такого ж мертвец пустил, его так вот взять и пропустить Лайвов сюда. Ну, танки с танками, дуэль такая артиллерийская идет сейчас, потому что Кина дропнулся раньше. Но Лайв 2 автотурильки поставил, которые приняли на себя демеджа. Какое-то количество в итоге Лайва танки что-то тоже там к нему убили. Несколько танков. Но ни к чему не привела эта атака. То есть просто разменялись примерно вровень. И Лайв отступает назад. Одновременно занимает четвертую. А здесь четвертый уже, между прочим, есть у Кины. Ну и грейды, смотрите, одинаковые будут в ближайшее время. Да, у Лайва будет какой-то небольшой отрезок, когда он будет лидировать по грейдам. Чуть раньше все. 4 Марика просто танка у нас в план. Почему это происходит? С него 0 армора, а Маричи 2-2. Так, опять через низ выход пошел. Несмотря на то, что четвертый Сашечка у Лайва позже, у него ресурсов больше, что самое интересное. Запас. Причем намного больше. Все, у Лайва 3-3. Здесь 5 секунд до атаки. Ну, 3-3 на 3-2 может Лайв подраться. Вот если бы сейчас подрался. Ну, что такое, 3-2 на 3-3 там, один армор Мариком против танков вообще ничего не решает особо. Так, здесь Кин заходит. Лайв темпачился, пропуклутил танк один ему. И Лайв где-то за 3-9 демель ходит просто. Кин приходит на халяву, начинает шатать. Давайте сейчас погибнет Арморис третьим грейдом, да? Лайв оставил в другого направления группу. Ну, смотрите, вот интересно. В двух направлений просто мутитас очень такой идет. Третья армор... Третья атака погибает. Очень неприятно она делалась уже и раньше делалась, чем у Лайва. В итоге у Лайва будет хуже. Так, у Лайва 4-5 часа Кин выносит здесь все. Лайва стоит бригаду эту. Подрался неплохо в это время. Кин заходит 5-ю отменит, конечно. Сханит здесь видит юнитов Лайва. Ну, а что они здесь делают? Загружается. Какой-то дропчик серьезный полетит. Куда? На мейн прямо? Да, судя по всему, прямо на мейн полетит этот дропчик. А что здесь? Туретки есть? Туретки есть. И Мариков здесь много есть тоже, ребят. Симпачи Сыкин. И Лайв, чтобы Мариков проконтролил бы, был бы вообще молодцом. А они вообще застряли, смотрите, бедняги-то, а. Закупили, забарают. Сюда влетел прямо на Мариков. Вот они бы тогда в тему здесь стояли. А так вообще застрявшие эти Марики ничего не делают. Здесь приходит И Лайв. Да, теряет много достаточно юнитов. То есть Кин выгодно разменялся, но отбивается. Туреткин тут со всех сторон И Лайва пытается запрессовать. И Лайв бропает танки. Слайки Скин очень много танков. Больше смечить, чем И Лайва. 190 на 150 полями. Тут Кин развалил мясо. И Лайва здесь И Лайв выгружает танки. Но криво очень это делает. Скин гидерлукуем, это называется. Ну, криво как-то И Лайв здесь все сделал, честно признаться. Далкину расшатать себя, а не успел. Не успевал за дропами, не успевал за выходами. И вот вам результат. Ждем инвайт следующую игру. Это Бу-5, напомню. Бу-5, напомню. Бу-6. Бу-7, нежелbet. Бу-7. 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 Бу-9. Бу-9. Бу-7. Бу-7. Продолжение следует... 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 Так, плюс 2 барака еще добавляется Здесь у нас 96 лимита База 2 Третью ЦЦ Мы вообще почему-то не наблюдаем Почему мы не наблюдаем третью ЦЦ Так, пошел какой-то явный дроп Здесь, опа, 8 холбатов Загружается, ну, 8 медиваков Это хорошее число Очень хорошее количество лимита Еще медиваков делает 2 танка, 3 викинга, рэвен Несколько гиллионов Марик, надо лететь быстрее Лимит что-то медленно как-то атаку свою развивает Сейчас нужно елика вперед Выводить весь прирост, блин Да пошечку открыть бы не помешало Лимит долго здесь Монстрит, на самом деле Отдает рэвена В турели не поставил Толбаты, правда, дропаются очень-очень хорошо Один медивак не разгрузил Что лайф творить-то такое, блин? Сегодня Вчера там гьяна как-то разваливалась Сегодня тоже вроде как на лайфинге Неплохо там играл А тут такие дела, блин В итоге все-таки дропнулся Но посмотрите У кина на 10 рабочих больше Они все уехали практически Здесь КСН пытаются вернуться Но не просто будет вернуться Если по танкам бегать А лайф пытается не отпустить эти КСН Здесь все, 2 танка на второй Нужно загружаться В медивак и лететь просто Наваливать Оп Короче, 10 рабочих уничтожено В итоге лайф 18 Аж целых КСН уничтожил И выходит вперед уже по экономике Кина же вторая атака Пошла 1-1 грэд Здесь плюс 1 только Лайва додел И с армори 1, я так понимаю Да, вот она И третью как раз начал забывать Ну, а представьте Если бы лайф не косячил Если бы он выставил, а там энергии По-моему Ну, точно на 2 автотурели было А может быть даже на 3 Но, скорее всего, на 2 Сюда 2 автотурели И медивак, который ничего не выгрузил Еще бы выгрузил бы Он бы убил бы вообще Уже кинобат Ну, и так преимущество Хорошее получил 5 фукторей Здесь танки, хелбаты Медиваки Привет, Саурончик Привет всем, ребята Так, что там отображает Не понял, где Трудовым подвигом готово Разработка завершена Бегу, мор Брось с дороги ТСМ готов Наши ТСМ атакованы Пооруженые Ужи Брось с дороги Брось с дороги Вижу все под взрослова Бегу, мор Так, приходит кин Илаев просто дропывается наверх Смотрите, вроде как Поначалу вполне успешно Но потом кин Бах Наламывается И ломает здесь Илаева Просто в план Но там сверху Остаются еще танки И здесь новенькие Выходят Прирост неплохой Кин на 2-1 Кин за счет Грэдов Пытается здесь Подтащить Не так-то просто 60-42 по лимиту 4-я цеха 2-я атака Доделывается В арморе Почему бы Не заказать Второй арморе Привет, Костик Киев Так, пошел дроп Неплохо Илайв тут Выходит в центр Есть и викинг В этом движухе Даже у него Танчики дропают Скин пытается Драться Но он не может Драться Физически Пишет ГГ Ребятки 1-1 1-1 2-1 Ну что Ждем Следующую Игру 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-2 3-2 2-1 3-2 3-2 4-3 3-1 4-1 5-1 5-1 6-1 5-1 6-1 6-1 5-1 7-1 5-1 8-1 6-1 8-1 Ну что, погнали. Далее-далее, ребят. Кинолайв, следующая игра у нас. Что-то нарубка немного странно. Во-первых. Во-вторых. Что-то тихо короновано. Нахвощение это практически странно тоже. 1 NSK Reality. Так, депошечка на рампе. Здесь у нас то же самое абсолютно. Газ первый делает илайв, вы видите. Ну то есть это газ-барак. Hellraiser сегодня играть не будет, я так понимаю. Судя по расписанию, он не выставлен сегодня. Значит, наверное, не будет. Про счетчик все известно. На главной странице тоже 0 написано человек. Это нормально. Под стримом написано количество человек. Сейчас 421 гг плеер смотрит. И сколько-то твич, я твич не смотрел. Только чатик я вижу твича. Потому что общий чатик увиден. Тройной мой. Так, очередной муполь. Летел. Точнее, это первый муполь, ребята, был. И на очередной, блин. Очередной во всех играх. Но в этой игре первый получается муполь. Здесь тоже муполь. Пробом одинаковый. Лайв чуть отстает по лимиту. Риппером летит вперед. Здесь риппер стоит на рампе, короче, ждет. Еще, поверьте мне, я думаю, первый вот этот месяц до конца месяца, да и даже следующий еще все не пофиксит. Я думаю, что на старом сайте фиксили фактически до конца его жизни вот эти все там баги, блин. Здесь местами факта меняется с бараком. На реактор садится, пошли гелики под реактором. Заказан старпорт, лаба на бараке. Лаба под старпорт, видимо. Здесь у нас ни с чем факта местами не меняется. Здесь реактора марики на факте лаба. То есть, видимо, циклон будет, может быть, танчик сразу. Турнирные на новом моде, но решили пока по-старому проводить. На новом моде тоже можно проводить, на самом деле. Там не сильно физика отличается. Хотя отличается, но похоже. Все очень на обычный старкрат, просто другие моделечки, да? Так, третья сосечка пошла. У Кина, у Элаева тоже третья стая. То есть, такая макро игра здесь планируется. Инженерок пока нету здесь. Например, некий хриппер, а принимает Элаев достаточно просто. А здесь вот инженерочка пораньше. Ну, плюс один кин закажет, очевидно. Вторая инженерка уже сразу пошла. Элаев что-то не спешит. Опа, на. У Элаева опять выход мех. О-ля-ля. Элаев опять играет мех. Причем, видите, как интересно. Тут местами все поменялось. Барак, в общем-то, улетел с реактора. Оставил место под факту. Первая факта на лабу перелетела. То есть, построив 6 гелионов, строится танк. То есть, сейчас побольше танков немножечко будет. И здесь с реактора еще гелики будут. Плюс из Старпорта можно пару викингов построить. Там воздух законтролить. Что Вылайп сейчас и делает пару викингов. Тоже здесь тоже пару викингов заказано. И медилаки добавлять. Тига, ну, естественно, баги. Без багов никуда. Баги есть везде. Здесь же опять био. Так, Костик Киев. Я не знаю, где там у тебя что встает. Спрашиваю в чатике. Ты первый, пока кто об этом пишет, что звук отстает. Если звук отстает от вебки немножечко, это нормально. Если звук отстает от комментирования. Вот танк засиджился, второй едет. Вот он, хоп, сиджится сейчас. ТС-шечка над ними летит. Вот если ты по вот этим увидишь комментариям моим, что звук приходит позже, чем все это происходит, например, то тогда, естественно, не очень это все дело. А если же нормально, то нормально. Плюс один вот. Так, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Секундочки делается этот грейд. Начал лайв третью добавить. Очень наглая, кстати, игра в мех. Я бы сказал, Кин просто не понимает, наверное, что здесь... А, нет, все, он уже все абсолютно понимает. Пять факторей. Я не знаю, как так играть нагло в мех. Смотрите, ни одного викинга вот здесь нет ничего. А если сейчас двойной дробь сюда прилетит, все это почти... Ну, не гг, но дэмо же большой нанесет дробчик. Ну, дробчика нету. Так, здесь сенсор тавр улаевает, чтоб дропов не было. Можно 10 сенсор тавр какую-нибудь пилить, я не знаю. Так, здесь вот рабочий что-то тупит. Да, надо туретками обносить мэнь, что и делает сейчас эвайп. Раз, два, три. А здесь что, не нужна туретка? Ну, решил, что там не нужна. Ну, можно и здесь легко облететь, прямо вот сюда, вот, например. Здесь тоже туретку лучше ставить. 142, 135 вровень по лимиту. Вторая атака в арморе заказанного лайва. Ну, есть такой адский мех, с такой халявной третьей цсшкой, почему бы, я не понимаю, не играть, но, кстати, рабов. 16 на менш, 17 на 10. Идеально все распличено. Добыча выше, чем у Кина, при этом все... Если вот так вот в мех выходит, почему два армора не запилить, я не знаю, лайву. Он играет с одной армори. Сейчас Кин, допустим, сделает либераторов с рейнджом и с атакой на воздуху. Будет, может быть, тяжело. Так, цеху ставят, просто на грани видишь, ну вот видишь, ну вы видите, кончается, а вот со цехом. Нет, ну вот здесь вот где-то видишь, кончается. Ну, в любом случае на грани, как бы. Так, здесь гелики с синим пламеем нормально разваливают мариков. Сейчас и мародеров развали тоже лайв. Ну, неплохо, подрался геликами. В это время в тыл там заезжают какие-то еще юниты. Здесь КСН-ку надо взрывать, но мародера хорошо встречают. Все, гелики все уничтожены. Много меха здесь, по 761 танков много, хелбатов 8 штук сидит, викинги присутствуют. Ну, нужно выдвигаться лайву, я не знаю, что он ждет. Четвертая цеха перелетает уже. Да, его еще раз, или в право-восточный еще 4 раза позорил. У меня там еще пару в закладках есть. Я скину, может, не видел. Наверное, видел, скорее всего. Привет всем, кто недавно, братва, подошел. Здесь планетарка, танк, смотрите, 3 туретки. Блин, а то лайв не жалеет на оборону средств. Это правильно. О, колба-то не дает, ема, какая жара. Пацаны, вы куда? Сгорели на работе вообще. Ха-ха-ха. Вообще жестко принял. Здесь 4 тур... Вот, блин. А лайв-то четко в мех играет. Посмотрите. Не подкопаться никуда вообще, ема. Здесь туретки, тут застава просто, блокада, минки, туретки, 4 танка. А что он вперед побоялся? Идти, что-то вперед не идет. Не понимаю, что тянет-то. Ну все, на такой стадии уже просто 1 час 2 армора добавлять. Атака на технику будет доделана. 3, делай армор и атаку на воздух. Все. Иначе Кинов гонит вообще. Там рейндж либератором делает самая правильная среда. Ну, борьба здесь идет со стороны Кина. Так, здесь Кина ламывается на планетарку. Одновременно здесь идет вперед и лайфхалбаты дропаются. Медиваки, не отдавая на турецких так жестко. Танками сминают просто все к чертям собачьим. Здесь раскладываются либератора. Нужно вернуть викингов. Здесь викингов больше, они более эгрейжные с двумя атаками. А здесь по нулям вообще. У игрока. Вот единственное в обороне, в позиционировании зданий вообще все четко у лайва. Но! Как там либератор разносится? Это жесть. Но! У оппонента больше воздуха. Раз. И воздух более эгрейжный. Ну куда это годится? Что это за игра в мех? В мех такой. Вот он значит. ПВТ надоело. Лучше ТВТ, чем водку пить. Ха-ха-ха-ха. Я тебе так скажу. Лучше, чем водка. ТВТ. Так. Приходят либераторы. Кажется, Кин решила лайва наказать за его наглость. Ну не было по милке. Милки. Минки залпанули. Не-не-не-не-не. Куда-куда-куда-куда-куда. С удара минку убивают с двумя атаками. Это жесть какая-то. По-моему, не? Либератор. Ну, 95 деможек там. Как бомбят с рейнджом. Это жесть какая-то. Это же технологии будущего, ребята, емано. Что они, что они сделать? Либераторы разложились. Все. В ТВТ даже. Им вот. Тор зайдет, тут Тора распотрошат вообще в секунду. 400 хп. 4 выстрела фактически. Ну что, идет Лайфа опять вперед. Четвертую Кину пытается сменить. Кин пытается вернуться с Либераторами. Викинги есть. Викингов меньше. Ёмоу, здесь пока армада летает. 3.2 уже на воздух делает Кин. Я не понимаю, о чем мы Лайф думали. Почему он не... Так, Либераторов надо отфукусить. И викингов посадить от фокуса Либераторов викингов. Посади. Как он бомбит. Больно танки. Так, успевает Лайфа оттить. Здесь какая-то опять движуха. Творы там встречают мародеров, мариков, разносят их в куски просто. Викингов всех отдал. Удачное лайф. Вполне. Не всех тут еще немножечко летает. Там 5 Либераторов. твое утро. Используется что-то обменяет. Используется тем более Это учитывая оттиметная в каверинске. Но тут уже атака на воздух важнее. Три-два грейды, вот сейчас одного battlecruiser. Ну-ка, не, одного мало, но несколько battlecruiser построить к этому миксу можно неплохо побиться. Ну что, сканет элайвкин занял позицию рядом с ним. Как элайвкин? Я не понимаю, единственное... А, вот массминки. Массминки. Ну как массминки будут драться, как они сюда зайдут? Кто им поможет? Викингов меньше здесь, чем вот здесь. Грейды 3-2 в 0-0 вообще. В 0-0 просто. Да, есть туры с тремя атаками, но туров нету рейджа, чтобы это все выбить. вообще. С либераторов убить нормально. Очень жестко либераторы бомбят. Но кин не может дальше пройти. Элайв строит викингов, не делая, не кредит. Провал. Нет, пока не играл. этот... Пока не играл хеллрейзер, сегодня... Почему? В общем, сегодня вообще играть не будет. В чем печаль всего получается. Судя по расписанию, судя по расписанию. Может, конечно, еще что-то изменится, но... я думаю, что уже ничего, скорее всего, не изменится здесь. Ну что, идет позиционная такая движуха. Кин пытается Элайва продавить. Элайв ходит рядом, пытается отбиться. Пошел выбивать либераторов. Либераторов выбивай! Ё-моё, там дэмэджи наносят вот нереально здесь количества. Отступает назад. Тут танки свои торами прогоняют. 135 тор. Торы бомбят жестко. Почему они бомбят? Я чуть не понимаю. Сплэшем решил... А, ну викингов сплэшем в принципе неплохо. 150-133 по лимиту. Вычинить бы вот тут 102 тора вообще не какющий ходит. Ценнейший юнит. Мощнейший я бы сказал юнит даже ценнейший. Здесь либераторов не осталось. 5 новых добавлять. Танки идут вперед. Здесь пытается скин контр забегания идти. Ну, кстати, 3-3 билла. Хотя, погодите, 3-2 билла и 3-2 техника. Ну, это нормально. Здесь три танка приходит. Пятый пытается выбить. прилетает либератор один оденешь и сейчас все танки отобьет. Очень больно либератор. Танку не вот эти что-нибудь с ними делали. И не успели добиться цеху. Сейчас кин ее вычинит. А она выжила. Так, здесь дальняя планетарка и здесь чуть-чуть ничего не перелетает. Дистанц майнинг пошел. Кстати, обманка получилась бы, если бы рабочие поехали туда, но они поехали сюда, спалив базу, если обратил внимание скин происходящее. Тор на 10 хп вычинить бы Тору. Почему не вычинивается? Он не знает. Опять движуха идет, опять лайв через верх заходит зачем-то вместо того, лоб пойти. Сейчас танки больно на минеральной линии сделать. 11 ксм минус только сейчас кин среагировал. Танки с 3-мя атаками очень больно стебают, очень больно бомбят. Кстати, надо цсчку как можно быстрее поднимать, поднимает кин. Чуть не погорело цсэха опасно. Здесь откуда цсэха не взялась. Перелетела или я не знаю куда она взялась. здесь опять либератор пытается напрягать танк ошибочно разложил сейчас лайк выбиваются танки здесь минус тор минус цсэха ё-моё сколько мародёров посмотрите какой тор они его за залп убивают просто таких количеств сверху цсэшку видел ликин я без понятия вот как-то лайф затянул грейды нормально не сделал против либераторов воевать не может воздух вообще не грейдил это косяк и чё теперь делать непонятно так сизис лайф так идёт движуха на халяву как-то лайф виппингов ино разваливает смотрите здесь минки своё дело делают минки залпы хорошие наносят по медивакам по всем юнитам вообще бомбят неслабо скан минус минки но здесь ещё минки три есть они могут тоже больно сделать на самом деле минус либераторы ходит кин как лунтик не видит что просканил минки что ли здесь всё заминировал лайф чертям причём вроде по всем параметрам у кина всё хорошо но лайф умудряется пройти просто вперёд дома отсидеться отстроиться понемножку и даже без грейдов на воздух нормально драться так лайф больше сейчас залпы минки двьём минку как больно делают мародёрам марик помогает викингам очень слабо помогать здесь ноль армора марики хорошо разваливали но самое главное для элаева что он победил воздух и либераторами кин не может просто на халяву подраться сейчас мародёры сверху куда-то обходят я не понимаю куда они там пошли мулов мулов выкидывает элаев да кин выкидывает куда-то ну куда энергии мало все на скан суть все на скан 162 115 лайф уже убивать идет такое ощущение что успешно при этом все он идет убивать ой два либератора здесь остались как же больно они делают но все-таки торы пять штук здесь они заходят убивают либераторов танки в СИДе начинают бомбить здесь ССС-щики установлены никим не знают кто этих баз будет хотя как ССС-ки разваливают жестко юнито здесь ну очень леможен поэтому лавить здесь ничего 85 лимит все у кина осталось мех все-таки зарешал ребят есть мародеры с одним медиваком что они могут сделать да ничего они не сделают здесь ССС-ха есть на мародера отогнать немножечко лимит как и лимит 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 минус один борт остальные доживые здесь танк приходит на дальнюю планетарку сейчас убьют дальнюю планетарку лапит здесь орбит орбит он найдет быстро убьет попытка уйти планетарку идет слишком что мародеров много у меня планетарка огрызалась очень долго причем упала ксм сейчас тоже упадут мародеров слишком много хотя одна даже чудом ушла а вот здесь никто не ушел либераторы просто танки разносят конечно но это минус скин уже очевидно абсолютно да продакцина не осталось вообще а здесь остался хотя бас мало ну цц есть очередная летит сюда добывать сколько игра пройдется непонятно посмотрите на боу лимит 18 на 108 очевидно что ловить нечего лимит лимит либераторами ездит зачем эти лимит лимит настолько окупились они танки убив в данной ситуации в данной ситуации просто этого мало потому что здесь экономики нету вообще вот здесь что-то тут строится непонятно причем так прилетают либератора до либераторов надо валить ема тура развалит гсн и наконец-то пишет гг долго справлялся что-то лайф с ним но все-таки справился привет в сербию вижу на твиче передают привет здорово пацаны вижу что у нас уже 550 человек плюс на твиче люди что-то у меня какой-то момент так прямо фух подрубило такое было подумал что сейчас заснул вообще ну нифига с что-то так Продолжение следует... 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 с одного скана, думаю, сейчас кончится этот скан не успеет убить, да ну и циклончик все-таки захватил убил, кстати, циклон вот этой хренью убивает, когда уже и скана выходит если захватил, то можно и скана выйти, получается так, пожог мариков, гелик здесь не слабо очень даже ну и Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь экшен идет, ребят, сейчас секундочку, жена звонит мне. Так, прошу прощения, ребят. Продолжение следует... 140 на 100 по лимиту. 139, 106 сейчас вообще-то по лимиту. Элай собирается дропнуться, но Кин раскусил его план, обратите внимание. Видит, куда Элай плетит. Такой медивак. Вот 6 хп, ну, блин, лучше так не рисковать, на самом деле, ребят, никогда. Так, двойной дропчик Элай, вот там наверх полетел, остальное смещается в другом направлении. Вот там этот дроп полетел, ну, рядом там разгружается. Танки сидятся, наверное, поближе, подвести бы сейчас. Передроп на хг медивакам, у которого 6 хп, да ну, вы что, прикалываетесь, ребята? Инд здесь рядом находится, пытается отбиваться. Ловичан Руш активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Лавкан Раш. Ну, вот, пожалуйста, вот почему не надо такие медиваки загружать никогда. Здесь какая-то группа неслабая био идет вперед. Ну, там, тем не менее, два марика дропнулись, и с грейдами-то с, ну, 1-1 пока у Лава. Ну, тем не менее, 7 ксм-ок погибло. Здесь Элай забегает на вторую базу. У Кина просто гигантские проблемы по всем направлениям. Похоже на гг вообще уже, посмотрите, на лимит 170 на 120, фактически 50 лимита разница. Здесь нужно улетать, при этом Элай пробивает камень на третью базу. Кин приходит к Элайу на вторую. Но здесь марики без медиваков, что они вообще способны там сделать? Здесь Элай в третью шатает, на мейне был передроп, на вторую улететь обратно. Третья падает моментально. Пока здесь Кин просто бараки убивает, и марики не лечатся, то есть стим кончится, все, у них тп кончается. Это 3-1 к пользу Элайва. Первую проиграл, а потом сколько игр подряд тащил. Пишем джи, выходим, ребят. Очевидно, абсолютно идет вперед Элайв. Кина жестко он что-то развалил. А кто-то говорил, что Элайв мертвый вчера. А он, правда, от Элайва сейчас был. Но этого достаточно, чтобы уничтожить Элайв. На Европу, я так понимаю, мы сейчас идем. Вот. Кин просто, кинозал. 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 Продолжение следует... Так, что у нас по сетке? DNS, Marine Wars, Nutella, это все евро игроки, я так... Полагаю, все здесь и будут играть. Слух, он уже сидит, ждет. HB5 было, да, вроде было 5. Слух, он уже сидит. Ну, видимо, Nutella сейчас будет играть. Так, как слишком медленно Варди идет, признаться честно. Пойду водички попью. Вернусь к вам. А вот все, Варди заходит, отлично. Кычбас активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Кычба, спасибо, пацаны. Значит, с премиум и все нормально. Сегодня, да? Ну, что ты, лаком не даешь. У меня нет ничего съестного даже. Ладно, ребят, сейчас подойду. Спасибо всем за премиум и за все дела. Сейчас приду. Спасибо. 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 Так, все. Я здесь водички попил. Так, пошел инвайт, отлично. Что-то уже кто-то подчеркал, видимо. Вbird в. Ни перейдет. Что-то вы можете сделать. Иа это за счет. Железем. Опять. Какая девочка. Страшная девочка. Какая девочка, Субтитры сделал DimaTorzok 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 что-то происходит, и позже роучи начинают закатываться, или он только линги, то он разваливается. Уснута тоже плюс один, уснута тоже лейер готов. Уснута столько же рабочих, два из которых на третьей базе добывают сейчас. Ну и тут тоже роучи начинают мастить, и лейзер что? И лейзер выдвигается вниз. Третью базу охранять от лингов роучами. Смут 8 роучей заказывают. По добыче зайти глянем, ну она одинаковая, практически одинаковая, как бы, но чуть выше уснута, мне кажется, тут за этих пара дронов, которые находятся на третьей базе, да, как бы. Ну там менее чем на соточку выше, на 50, может, минералов в минуту. Ну что, за роучи что-то зашли. Смотри, лейзера подрезает два дрона с муту, но неприятно, но ничего не поделаешь. У лейзера подземная мута, у снута нет подземного мута, он пытается поймать и лейзер, и проучить. Ну, одного тут поймал. Так, ну по леймиту, смотрите, практически ровно с муту рабочих. Что касаемо рабочих, снут, он всегда успеет когда-то заказать их и обогнать оппонента. Если роучи приходят, погодите, чуть-чуть не хватает, да подземного. Вот, все, подземный мут готов. И лейзер сразу копается, роучи назад возвращает. Сам пытается третью супу подраскачать побольше. Роучи заползают прямо на вторую или на мейн. А вот еще роучи ползут. Не на вторую, на мейн, конечно, надо ползти здесь, на вторую делать ничего. Тем более, на вторую сейчас еще проползет группа неслабая, причем. Но надо было в три направления, а на третью тоже ползти. Здесь почему-то пять роучей. Так, и лейзер начинает бомбить на мейне. Неслабно. Второй, снут ожидает, и лейзера. На третий тоже оставил. Вот, кстати, молодец, снут понимает, что максимально, 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 что может, какой, какой может ход самый эффективный принятие лейзера. Выкопаться на трех базах. Он оставляет на третий, на второй, и на мейн частью бежит. Все. И контрить за все дело. Ну, и лейзер идет вперед. Нужно соединять армию сейчас. Во-первых. Во-вторых, почему и лейзер не, на три действительно база не заполз. Он только на мейн заполз. А вот у Исмурда контрил, это все заползал по всем направлениям. И лейзер пытается тут разменивать частью роучей, заходит на третью базу. Ну, снута реводерей. Я не знаю, как вот, да, с подземным ум, но можно вот вкопаться, выкопаться под оппонентом, да, чтобы эффективно было. Ну, как зерги хотят зачастую пробить в лоб просто роучи и реводеры простыми роучами, не понимаю. Они эффективнее герутся, тупо из-за того, что эти рейнжовые стреляют дальше, то есть они стопроцентно атакуют, во-первых. Во-вторых, фаербулы вынуждают постоянно бегать. Так, нормально, тут роучи один с линкки вот кто-то ждет. Вот куд линк-то вообще взялся без му, вот самый какой-то изначальный линк. так, 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 пытается, пытается и лейзер, но Сну держится по всем направлениям, вот и лейзер армор пошел, вот и лейзер ревутеров, наконец, добавил. Продолжение следует... Так, неплохой налом от лейзера минус Роуч Ворон моментально, мук Роучем уничтожен, Снуд поломился в атаку, похоже на то, фаерболят друг друга, и вот че Снуд пришел? В итоге здесь Роучи не отбил, они просто гигантский дэмэдж нанесли, убьют Роуч Ворон, подземному не будет, сразу два Роуч Ворона запиливает. Экономики крит дэмэдж просто нанесен сейчас будет. Ну, Снуд пока держится, Снуд не остается, у него запас ресурсов, то есть штука есть. И, эээ, так, ну по лимиту, правда, по лимиту, правда, конечно, уже лейзер проседать, начинает действительно работать, 55 на 22, это катастрофа. У лейзера, вон, смотрите, сколько, какой запас ресурсов, то есть он... Не, ну тут Снуд минус Снуд, наверное, 1-0 и лейзер, скорее всего, и лейзер молодец, в последнее время очень четко отыгрывает, смотрю. Разводит грамотно. Минус лейр Снуду. Снуд что-то сидит ждет, не знаю, что он сидит ждет, к этим смс-кам не приходит. Так. Василий Васильевич, тысяча. Нас вверх присылает, а Алиса, Сергей, как всегда, от души. Спасибо тебе. Хорошая оборона с плетками, но кто-то говорил, плетки не строят. Лейзер строит плетки, еще как, смотрите, они помогают очень неплохо. Люркер один есть, можно на ХГ закопаться. Снуд идет вперед, но тут люра, давай, штуки, какой же демедж они гигантский наносят, просто роучий. Так продемеджило вообще. Элэйзер жив-здоров, Снуд пытается все еще ломиться, ничего не получается дальше. Закопайся ты, отрегенься. Вот именно Снуд вот такой темой пользовался. Очень неплохо. Спасибо тебе, Алиса, еще раз сейчас ты добавляешь в тебя, чувак. Поддерживатель, Снуд закопался, тоже регенится, и лейзер идет вперед, куда он, Снуд выкапывается прямо под лейзером. Но Снуд меньше все равно у лейзера грейдебор лучше. У него армор уже есть, в отличие от Снуд, у которого армора, например, нет. Фаербулы идут, и лейзер пытается сплетануться, Снуд очень жестко фаербулит, конечно, но... Я не думаю, что это способно перевернуть весь замес, как бы, да? Ильюркера Снуд отфокусил очень неплохо. Внимателен Снуд, но и лейзера больше, это ГГВП. Спасибо всем за поддержку, ребят. Спасибо большое тебе, Алиса, очень приятно. Последние два дня, как сайт выкатили новый, вообще, людей что-то меньше визуально стало, как бы, поддержки вообще мало, как бы, на премиумы были людям не подписаться, как бы, печаль. Доходы от Акера поддерживал, куда-то ушло, как бы, должно ему вернуться. Я думаю, что вернется он 400 рей сегодня через плеер, вообще провал. Реклама что-то вообще не отображается, как бы, нихрена непонятно. Ребят, всем спасибо большое, кто поддерживает, и за то, что смотрите, тоже спасибо. Кстати, кстати, хотел еще днем спросить, скажите мне, пожалуйста, всем ли, кто раньше был подписан на мой канал, приходит на мыло уведомления о начале стрима? И прожимали, ну, подписаться заново, как бы, вот, кто не жал заново подписаться, и по новой галочке не проставлял, вот, там, в шестеренке приходили, там, на мыло, потому что, ну, сказали, что, мне сказали, что не надо по новой галочке проставлять, все равно, как бы, кто подписан был, там, уведомления будут приходить, я надеюсь, что так. Если кому-то не приходит, то пишите мне, как бы, будем разбираться. Вот, ну, либо подписывайтесь, вот эти шестеренку, нажимайте, добавляйте в избранное мой стрим, ну, вот, на гг, и галочки проставляйте. Опа, байлинг баста, ты лейдера, который сам Снут очень и очень любил всегда. В чем суть этого байлинг баста? Суть элементарная, это думу байлинг баста, то есть прийти и попытаться взорваться, взорвать здесь рабочих. Вот, видите, лейзер овера, снута. Смотрите, посмотрите, через центр снут овером фактически не летит, можно бежать лингами спокойно. А, не, мув пошел. А, не, байлинг баст с мувом. А я думал, дом его. Просто однобазовый ранний байлинг баст с мувом, короче говоря. Ну, что же, интересно, что из этого выйдет. А бегает и лейзер, странно, что он там убегает, все. Блин, мельдониум. Ну, приходи почаще, все, поймешь. Оверсир, это вот этот из овер, из него мурфит. Оверсир, он видит невидимых, как бы, а овер не видит, в отличие от первого Старклапта, например. Вот. А снут-то халявит. А снут-то халявит. Ни одного линга не заказал. Вот этот снут. Вот снут дает. Ну, снут любит так захалявить. Сейчас за это может он поплатиться. Потому что через 10 секунд уже мув лингом будет готов. И вот уже линги побежали вперед. 6 лингов снут сам заказывает. Видит, что и лейзер выдвигается. Все, мув готов. Еще лингов партия пошла. У лейзера 18 лингов бежит вперед. У снута 6. Вообще и без бейнов они все. Так, бейлингов нужно заводить сюда. Но бейлингами нечего взрывать, обратите внимание. Здесь 5 дронов на второй базе. Прикольно. Бейны. Ну, с бейнами куда-то. Вот сейчас лингов-то надо было купить, наверное. Ну, и лейзер решил, что лучше на мейн зайти с бейлингами с этими. Да, и он прав. Лучше на мейн зайти с бейлингами с этими. Одного, правда, потерял. У снута бейлинг нас. Очень похоже на 2-0 вообще в пользу лейзера. Так, неслабый взрыв такой. Но мне кажется, можно было и получше взорваться. Если лейзер пытается прогреть, снута линги выходит прямо под лингов и лейзера. Бейлинг еще один. Жахать. 18 дронов с минус. 2-0. Пишем гг. Вфо. Мэлэйзер. Что-то смута контрит. Он переигрывает. Он именно в Б5. Первую игру выиграл. Вторую победа по билду. Можно так сказать. Я думаю, была сейчас. Снут пытается снова бейлинг. Бейлинг. Бейлинг пытается сделать. Не приходило, хотя галочку-то не стал. Спасибо, Каминзу. Это важная информация. Ты понял, о чем я спрашиваю. Это важно, ребят. Потому что многие на стрим приходили по сообщению на мылу. Менфис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Спасибо за отличные стримы. Так, ребят. Старым сайтом не пользуйтесь. Старайтесь не пользоваться. Почему? Потому что спасибо, Менфис. Потому что старый сайт там, ну, там не особо ничего. вообще не работают уже. Оп, сотенчиков сегодня. Четыре человека. Спасибо всем большое, братва. Спасибо всем, короче. Это нужно сейчас, потому что поддержки немного. Последнее время. Оп, на твиче 150 человек. Всех рад видеть на твиче, братва. Ждем у лейзера с нута вторую игру. Сейчас я окно прикрою, прохладненько как-то встало. Под вечер прям-таки. Хорошо бы закончить часам десяти, чтобы я магазин успел зайти, чтобы домой водички купить. Там я воды забыл. Даже приехали с Машей, а там чая не из чего попить. Так, Игорь Дуб, 3 евро на PayPal приходит. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо тебе, Игорь. Спасибо за стрим с комментарием. Спасибо тебе. Проверю, сколько это там. После конвертации, черт побери. Ну что, третья игра с нут против лейзера. Что-то я прям не верю, что лейзер 3.0 с нута раскатает просто. Так, ровно 200 рублей. Это сейчас 3 евро. Вот такие вот дела. Так, кажется, я кого-то стер, а его не должен был стереть. Тут он был на пятом месте, ребят. Вот так же кто-то был. Да, не, вроде никого не было. На четвертом, точнее, был кто-то или нет? Я Васюк-то, а, да. Я Васюк-то, а, да. Спасибо всем, братва, короче. Так, что-то тут движуху я всю пропустил, пока разбирался с поддержкой, со всеми делами. Вот. Ковыряет с нуту понемножечку лингов и лейзера. У с нута билд стандартный в 3 хаты без газа. Вот он любит очень этот билд. Вот на самом деле под с нуту надо подстраиваться под этот билд. Он всегда на этой карте играет. Но у с нута есть такое, что он любит одно и то же постоянно играть. Но иногда-то надо менять билды. На этой карте он играет именно этот билд всегда. И вот и лейзер мастит лингов сейчас. Он будет вперед выдвигаться, мне интересно. Снут, ага. Снут предположил, что что-то здесь, походу, неладно. Так, овером видит, что и лейзер побежал. Видит лингов. Но он видит и 3 хату и лейзер при этом всё. Да куда ты там, ёпара СТ, попёр там что-то настраивать, блин? Снут, ну что ты творишь-то? Выбивает эволюшн? Неужели двумя королевами не отбить 10 смешных лингов, ё-моё? Тремя. Отменяйте всё к чертям, что ты творишь-то? Вот. Ну, Снут, ну ты да... Ну вы, блин, даёте, как генерал говорил. Снут, ты чё, блин? Нервный, что ли? Горячий норвежский парень, блин. Перенервничал, в лингов много есть. Трансьюзы есть, роуч ворон можно трансьюзнуть, блин. У лейзера 5 роуча сейчас заказано. Он будет прессовать до конца, что ли, я чуть не понимаю. Фур, белый. Старый-старый сайт. Ну, я лично три версии сайта помню. Которая была до предыдущей и предыдущей. Может быть, ещё какая-то вообще старая была. До того, как стримить начали, по-моему, другая была. Вот, когда я стримить начал. Не буду врать, я вам не буду. Не буду врать, я вам врать не буду. Вот так я вам скажу. Здесь королева приходит. Ну, так гоним сейчас лингово, ко мне опять. Отступаю. Это лейзер. Всегда так кажется, тут новые ходицы с неприязнью. Это всё принимают, когда третья квака выше, постороннего очень было. Ну, и другие всякие моменты тоже были. Ну, что, лейзер прессует, ребят. Снут шесть плёток заказать. Где они? А, они по разным направлениям строятся. В минеральной линии здесь достаточно много плёток. Лейзер убивает, чуть ли не убивает королеву. Заходит и лейзер. Ребят, похоже на 3-0 пользу и лейзер вообще. Неужели лейзер так подготовился жёстко прямо? Или он настолько сейчас силён, что вот он так в ЗВЗ играет? Ну, и лейзер, нерч на элейзера раскатал на Уэзге, в том же, вообще в хлам. И недавно, по-моему, еще лейзера нерч раскатывал на каком-то онлайн турнире. Но здесь Снуту не отбиться. Это, очевидно, на боевые лимиты, как бы, это 3-0 пользу и лейзера, ребят. Но Снут при этом катает нерча в ЗВЗ очень часто. То есть это странное обстоятельство. Лейнги без му, Снута выходит, короче, катастрофу по потере. И лейзер уже на ХГ попёр. Здесь три плётки есть, но они не помогут мейну, и они не помогли уже второй базе. Тут какая-то дичь вообще. Главное, чтобы Снут не взрывновал, не завязывался по Старкрафтам. И нужно еще на Блесконе играть. Время выводить, Снут. Ну, Снут адекватный человек, я думаю, он сделает выводы просто и всё. Короче, спасибо еще раз, ребят, всем за поддержку. Помните, что это помогает делать не новые стримы, ваша поддержка, ребят. Поэтому на премию вы подписываетесь. Отключайте от блоки, ну и через плейеры по реквизитам поддерживайте. Короче. Продолжение следует... 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 Сегодня, кстати, третья квалификация, если что, ребят. Прошел френд уже. Аверс и Рузерк еще будут биться. Прошел френд. Прошел френд. Прошел френд. Прошел френд. Ну, что, ребята. ДНС против Марин Лорда. Погнали. Это бо пять. Два французских игрока. ДНС, которые достаточно неплохо в последнее время выступают. Так, я все чаты читаю, и на свечей, и на SK2T, и на гудгейме, только видят, его у меня не открыто. Ну а на одноклассниках чата вроде как нету, только плеер там встроен. Поэтому, если что, пишите, сообщайте, где кто что, и поддерживайте, пишите сообщение, но через G-player. Привет, ну, чем А2 занимается? Без понятия, чем он занимается, но в банковской сфере он работает еще давно, об этом разговаривал, где-то там. Вчера смог разместить четыре линга против шести, что-то ты заливаешь, по-моему, маленько. С королевой, наверное, да? Не, ну, бывает всякое, но что-то мне не верится. Четыре линга шесть, чтобы победили, я не знаю, что там за микро-то должно быть, даже если они на оклике боссы. Потому что очень часто линги на линга, когда дерутся, на оклике линги лучше дерутся, чем тех, которые подконтролить с котятами. Так, адепт заходит на мейн, а здесь хищник циклон его ожидает, просто минус адепт. Подарил адепт, но третью цсэху спалил сейчас. ДНС это важно было, что он его заметил. Чем он помешать-то ей может? Ничем не может. Барак еще добавляется, реактор на факте делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 40-31 парабам, впереди, конечно же, здесь ДНС. Смотрю на ваш спор про газ. Кубический, овальный. Это самый важный спор сегодняшнего дня. Вот. Ну, вообще, еще в первом старкрафте у Пробсов газ квадратненький был. А у тиранов такой вот бочечкой. А у Зарга какое-то круглое яйцо-то, занятное, как бы. Так же и здесь получается. Так, КСМ-очку ДНС принял. С Призмой идет вперед. Ну, это под хора сталкерами, но без блинка, соответственно. То есть просто с Призмой прийти и что-то попытаться сделать. Ну, а что тут сделать? Ну, к бункеру можно подойти. И отдать сталкера просто сейчас на ровном месте, не убив ничего. Или КСМ-ку убил все-таки? Нет, он убил, но не сейчас, судя по всему, у нас ДНС-КСМ-ку. Самое главное, что в мясо не отдался. Здесь Тимпак сейчас будет. Маринбор уже готов. Втыкает Саплайм. Экстра Саплайм полетел. Нужно строить новые депошки. Так, блинка плюс один. У нас здесь, в общем-то, пилится 55-46 по экономике стабили лучше. И сообщает, вечер в хату, часик в радость, прогимеры. Всем хорошего настроения и отличного Старкрафта. Понми, спасибо за стримы. Ты просто топ. Я фанат. Спасибо, ботаники. Тебе. Ну вот, ботанишки. Вот. Ну, хоть за поддержку через плеер ботла. Теперь я знаю, что все работает. Спасибо всем на новом сайте, ребят, большое. Впиливаю тебя в поддержатели. Мастер. Мастерские. Куда-то тебе надо перемещать, походу, да, отсюда. Топчик два, короче. Придется всех сдвигать сейчас. Я здесь, среди теней. Спасибо, короче, всем ребят, большое. Ботанически спасибо тебе, короче. Очень пассивная игра как-то складывается. Ну, Marine Lord такой стиль, в принципе, он с многими, многие матчапы так пассивно играет, на самом деле. Пошел скан минусов здесь был. Плюс четыре адептона. Варпит ДНС будет дропаться. Сейчас адептиками напрягать пытаться. Здесь туретка, здесь циклон. Это чревато потерей призмы. Ботан, еще раз привет. Я пьян в дупель, что делать? Ну, что делать? Возьми бутылку воды, просто полтора литровую, поставь себе. Кровать. Что тут делать еще? Больше делать нечего. Так. Пошла движуха. Минки здесь пытаются убить. Ну, нормально, Минки ДНС принял. Есть три эмор в глумиксе. Здесь Либератор прилетел, Либератора выбил. Часть пробок не добывалось. Что добывать начинает? Мазеркор. Медленный Мазеркор, блин. Ну, это... Это сам этот ДНС не отменил. Делают скалу с адептом глефы. Армор делается? Спасибо всем, Ариакан. Ариакан. Вот. Ну, сейчас все еще пока плохо очень работает. Поэтому, ребят, тут я не при делах, сами смотрят. Будем контролить, будем следить за поддержку. Всем громадное спасибо. Очень благодарен я вам. Потому что она очень нужна. Стримок будет, поверьте, много как на премиум подписывать. Есть какие-то косяки, есть там уведомления на мыло не приходят или еще что-то. Отписывайте дяде Сереже, то есть мне. Ладно, я уже какую-то окинь ее в гаражу. Короче, тут посмотрите, как ДНС приходит. Шатает оппонент своего, очень не слабо. Адептами действий КСМ отминутнул. Просто сейчас ответил за Харас, предыдущий Марин Лордовский. Но Марин Лорда боевой лимит зато посильнее. И четвертая Нексту ставится. Почему будут, я не понимаю, что мешает Протсам в такой стадии вторую фаржу добавить. Нахрен на грейдам то отставать от тирана. Блог-31, Блая закончился. 28-3 в пользу Марин Лорда. Но я не знаю, говорят, что Блая в конце там не играл особо. Зачем ты откидываешь в такие темы, в конце не играешь? Идет вперед ДНС. Адепт телепортируется, прям био. Залпы минки делают, как больно минки делают залпы. Еще по адептам залпец пошел. Но тут ДНС разложил Марин Лорда. Посмотрите, очень уверенно он играет. Я смотрю. Минус викинг. Эти юниты зажаты в угол оказываются. Апсервера нет. Очень много минок на центре осталось. Нужен апсервер, чтобы как-то это все принять, поймать и уничтожить. Здесь у нас летает призма. Нужно дропать адепт. Успевает дропнуть ДНС. Четко действует достаточно, да, с ошибками. Но в плане контроля мне даже что-то нравится, как ДНС действует. При этом всем он умудряется выйти уже в темпестов. Вот у него флитбикон. Нахрен флитбикон на третью выносить, где могут его уничтожить. С даршайным, со строгейтами запилить и на мейне все это ему. Самое маловероятное, что мейн зашатают. Так, манилорд хитрый, успел минку выкопать, но ДНС отступил, не стал биться. Апсервер вообще есть? Вот он висит. Один единый стенобус. Где апсервер ДНС, блин? Только нахвалил, апса нету. Так, почему рассинхрон речь с вебкой, не знаю. Сегодня почему-то... Сегодня почему-то с вебкой рассинхрон определенный присутствует. Что такое? Главное, чтобы с картинкой не было рассинхрона. Сейчас переключу. Может, получше будет, ребят, не знаю. Я здесь, среди теней. Посмотрим. Что-то сегодня были, а сегодня не ты первый пишешь, что с вебкой что-то там рассинхрон есть. Но не у всех вроде как. Просто многие внимания не обращают на это. 191, 41. Здесь у нас адепты. Дарк идет вперед. Залп, все без полей. Дарк начинает резать. Нормально просто. Здесь он начинает резать. Минус Дарк. Минус Апсервер. Минус все адепты здесь. Нормально. Минус все убил. Так, подвинем сталкеров минус мародеры. Что-то ДНС... Ой, ты не добивай. Темпестов ждет, что ли? Не пойму. Так, кто-то стимпатчится где-то, я слышу, кто где стимпатчится. Где-то дарки гибнут вообще. Что происходит? Так, здесь два адепта. Здесь сталкер сил ногу контролирует. У Марин Лорда что где вообще? У Марин Лорда ничего нигде на карте нету в данный момент. Ну что, Темпеста вперед выдвигает 2-3. Делает грейды протасу. У Тирана 2-2. Дождался хороших грейдов тирановских сейчас у нас. Вот адепты зашли были. Минус нута сейчас. Темпестов сколько? Две штуки. Ну и смысл было ждать у Темпестов, чтобы не наламывать в итоге. Вот эта евро, блин, хрень такая. Типичная евро хрень. Когда, блин, игрок бегает за вперед и что-то ждет. Ну 160 на 200 лимита. Ну почему бы не убить оппонента? Нет, он бегает с 200. Протсу с Тираном, ребят, кому-кому. Как Зергус Протсу. И Зергус любой расы вообще. Ни в коем случае имею преимущество бегать нельзя так просто с тираном. Потому что 200 тирана там с ЕМП, со всей фигней. Ну и без шторма Протса без... Ну как бы просто такое деревянное овощи. Конечно, там технологий много в нем, но если грамотный тиран с контролем, то он мясо просто развалит. Ну так и тирану ждать Протса пока тоже оживет, да, там допустим, если он преимущество имеет. Вообще в любом случае, да, как бы. Развалил Марин Лорда, здесь в центре как король был, как бы бегал что-то взад-вперед и не наловился в итоге никуда. Да, здесь планетарка, сюда нельзя. Так пойди сюда. Вот с этой стороны пошатай, походи, я не знаю. Одновременно там призму какую-нибудь сюда заведи. Или даже без призм. Просто уязвимых-то мест много здесь. У Маринки. Так, Адэш, зашатал здесь. Враг познает нашу ярость. Так, Либератор какой-то полетел там. На третью, на третью, да, летит. Надеюсь, темп системы нормально выдает. Мерчат пошел, пробочки ушли. Одну всего Либератора успел застрелить. Да ничего страшного. Двумя рабочими газ дососет там ДНС. ДНС, ну вот, Марин Лорд, посмотрите. Маст Либератора, газты есть. Пошел на лоб. Надо ли лезть сюда вообще? Он дерется, конечно, но... Ой, викингов лархонами викингов покусит. Как не видит надо. Вот куда, конечно, надо бахать было. Бахнул в итоге ДНС, подвлинкнулся. Марин Лорд. Кстати говоря, имморталы. Как тут одни мародеры остались, имморталы. Как орешков просто. Чик-чик-чик. И расщелкали на один зубок им вообще эти. Мародеры имморталам оказались. А в какой-то момент мне показалось, что тиран все переломил битву. Потому что его много осталось. Но мариков не было. И в итоге мародеры дело свое сделали. Ребятки. Грязное дело. Ребятки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у DNS там спайки какие-то, не знаю, у меня 50 пинг, это Европа, все в порядке. Продолжение следует... Паузу DNS просит, что-то у него с лагами там не то. Игра возобновлена. Продолжение следует... Так, наши играть будут завтра, возможно. Что у нас? Что-то там завтра было, по-моему. А, завтра СГЛ, завтра Кунг-Фу Капы СГЛ. Еще в 16.00 завтра, да? А в 16 или 0 СГЛ? Да, в 16.00. Два часа разница между Кунг-Фу и СГЛ. Ну, посмотрим, там опоздаю ненадолго, может быть, на часик я на СГЛ, что поделаешь. Ну, во-первых, он начинает звучать оба. А там НИБО надо на Кунг-Фу смотреть Капе. Враг познает нашу ярость. Так, здесь у нас сверх халява какая-то от Марин Лорда. Стимпак пошел, три барака обе сложности. Одним бы желательно куда-нибудь перелететь, потому что они вдвоем тут. Два барака места за него. Лучше двумя перелететь. Один вот сюда, посадить другой куда-нибудь сюда или вот сюда. Потому что здесь тяжело их обходить юнитом просто. Пошла факта и инженерочка делается. Ну, вот и у ДНС опять плюс по рабочей. КСМ-ка приходит, мешая третьей базе ДНС сейчас. ДНС идет отменять эту КСМ-ку и инженерку. Всех сталкеров ультра не показал сейчас, чтобы Марин Лорда не смущать, я так понимаю. Ну и надо варпать еще сталкеров тогда. Не, не варпает, идет вперед. Здесь бункер есть, ничего не сделаешь уже. Так, шесть сталкеров есть сейчас у ДНС-а. Неплохо, Мародерчика здесь забрал. Забрал одну КСМ-ку. Харасит издалека, здесь стреляет через пространство. Это газ отхарасил неплохо. Здесь марики приходят. Надо уходить от мариков нафиг отсюда. Причем, да, лучше туда улетать, потому что в эту сторону полетел бы. Здесь бы юниты были, все, уже бы не улетел бы. С двух сторон заблочил бы Марин Лорд. И все, 53-47 парабам. Ну, по экономике опять ДНС. Плюс еще бы дистанс майнинг пресекал бы. Плюс три гейта добавляются сейчас. С3 есть, как вы видите. Роба... Ну, Робу Бэя пока не наблюдает. В прошлый раз Карлосов ДНС играл, и это неплохо вообще-то сработало. В этот раз пока ничего не делает такого. Ну, в любом случае, по экономике ведет, и пассивный Марин Лорд не факт что-нибудь делает здесь вообще. Нормальное, адекватное. Сможет ему отбиться вообще или нет, непонятно. Я здесь, среди теней. 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 Так. Семь на сто восемь доделется, блинг. Плюс один доделывается. Кстати, вот есть у тебя твала-тв. Нахрен армор-то делать. Сделал бы вторую атаку лучше. Я, конечно, сам, но я, как обычно, две атаки, потом армор делаю. Третья уж слишком долго делается, но все-таки вторая атака как-то повыгоднее, не такая уж дорогая. Зато с другой стороны армор побыстрее доделается. Ну, играет как играет ДНС, главное, что хоть какие-то игры доделает. Так, да, вар по адептиках идет. 6 гейтов, больше не добавил. Не, побольше 8 гейтов сейчас у ДНС Марин Лорда на центре тут пытается ловить, но как-то не особо, по-моему. Не, почему не получается. Получается, что адепты сверху зашли. Ну, сталкеры, неплохой фронт у ДНС вышел здесь. Ну, что-то он встал, да с чего встал-то, я не понимаю. Так, 156, 155. Так, адепты, сталкеры захууют сейчас на третью базу все это дело. Марин Лорда два Либератора, как бы, ну... Что ДНС здесь забыл вообще? Аккуратнее надо быть. ДНС, билды неплохие пошли. Марин Лорд поднимается цеху. ТСМ-ки вперед пошли. Ну, под Либератором драться не самое лучшее решение, но сталкерами фокуснул его. Посмотрите, что ДНС творит. Сталкеры подплинкивают назад. Как у него это получилось? Я даже не заметил, как он первого Либератора с фокусом. Второго молодец тоже за фокусом, пока он атаковал. Это было очень важным моментом. Адепт телепортируется. Сталкеры подпоят. 86 на структуру 2. Марин Лорд ГГ пишет вообще нахрен. Печаль. Для Марин Лорда. Что-то сегодня неожиданные результаты. Элазер Снута 3-0, минус 0. Полт вылетел нахрен, как пробка с Кунг Фу Капа. Отдался в хлам просто. И ДНС сейчас шатает. Марин Лорда. 2.0 уже. Кстати, ребят, завтра Кунг Фу Кап. Приходите в 14.00. ЦАН против массы. АСОН УНИП. Очень интересная, короче. У нас составчик там такой. Два очень неплохих китайцев. Проц и Зерк. Тиран. Канадские массы. И НИП. Сами знаете, кто это. Я думаю, уже теперь, после выступления его на Каспакапе. Будем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Три последних. Три последних. Так, два медивака дроп, Марин Лорд на мейн готовит. Здесь три пилона нормально стоят, в принципе, и здесь пилоны есть, у вертажа есть куда повесить. 200 энергии и 4 адептика. Ну, с глефами, они, естественно, дропы будут отбиты. Там в тендр ещё как-то движуха или даже адепты с мариками. Надо отступить немножечко сейчас ДНС. Что он и делает. Самое печальное, что у ДНС происходит, так это то, что он 2-2 тирановских будет в 1-1 свои биться. Это для Протса вообще по грейдам печально. Приходит ДНС. ЕМП. И сразу же минус колосс викингами. 172-193. Второго колосса ДНС забирает Марин Лорд сейчас. Не спешит ДНС залп делает дестабилизатором. А их уже три штуки становятся между гручниками. Надев, ну, гручник плохо проходит. Хорошо дестабилизатор по гастам там попал. Вот этот второй в молоко сейчас залп был. И третий в молоко в эту сторону. Вот если б было залпы сейчас более-менее нормально ДНС стрельнул бы, может быть и получше бы было. Но дальше Марин Лорд сам как-то там нагловато действовал. Он отдался. На Мэни пилон был уничтожен. 1 декабря. Ну да, еще не очень скоро. Тарач, как я и говорил, не очень-то дестабилизаторы вписались сюда. Потому что колоссы стали вообще бесполезными фактически. Тут надо было, наверное, просто... Да не надо было, а точно надо ДНС просто больше грейдов делать, двух фаржей, чтобы по грейдам не отставать и добавлять колоссов. То есть и к ним архончиков вот на этот гастам, на все дела вот эти. Тут как-бы тяжело попасть вообще. На креативе и бешеном микро лучше просить, чем... божественная... царская... божественная... сильно царская... Так, под Либераторов сейчас телепортируются сталкерами у нас ДНС Либераторов вроде как подрезал, но дальше Марин Лорд разваливает оппонент своего, хотя как разваливает еще пока до конца не развалил, но нет, все-таки не может ДНС здесь справиться, а адептов до варп идет. Вот опять же стабилизаторы в этом бою стреляли коряво, я бы сказал, не о ничего особо ДНС не подрезал Марин Лорду там, поэтому счет сравнялся, ой не сравнялся, Марин Лорд взял первую карту, 1-2 С кем там была и завтра фаворит Вот он и тач Все вижу очень внимательно, вижу все контролю все mocking маме Так, наоборот, 1-2. Так, наоборот, 1-2. Так, ну что, ребятки, ДНС здесь какие-то хитрости, по-моему, предпринимает, да? Кстати, интересно мне, вот знаете, что подумал? Чтобы хитрожопы сделать, например, можно взять пробочку, вот так вот объехать, ставить пилон вот сюда, спробку здесь. Здесь можно же триком, по идее, выкинуть сюда, а здесь, например, гейт поставить. Ну это, конечно, найти всё можно элементарно, да, как бы, но может быть и не найдётся. Так, старгейт пошёл. А нахреть, вот, ааа, с этого пилона сюда и варпить можно, и старгейт на нём. Ну это интересный, конечно, вариант, но, блин, если сюда не варпить юнитов, то нафиг его сюда ставить, например, а лучше сюда поставить, куда-нибудь. Так, уж не с грелками ли это пустите? Может быть и такое сейчас, ребят? Мазерпор летит вперёд, и лоб начинает бомбить ДСМ, к бункеру подрезает. Мне стало очень густо, где-то батареи как-то жёстко урубили. Так, ну, тепло стало, но душно очень. Блин, не люблю я батарейки, не зиму. Так, Аракул заказан на Минкл. Не, Марин Лорд Минкл, кстати, не делает, обратите внимание. Адепт Дилкон заходит. Надо ли на четырёх Мариков-то наламывать вообще. Адепт прям в них телепортируется. Зилок сзади прессует. Вообще Марин Лорда разваливает ДНС сейчас. Обратите внимание. Чё-то как-то вообще вколы какие-то, не? Сейчас выйдет Циклон. Покуснёт Мазерпор. Но в это время Аракул покуснёт здесь рабочих столько Марин Лорду, что он охренеет просто. Есть ли смысл сопротивляться-то здесь вообще? 14 КСМа к минусу. Это очень хороший результат. 14-27 полиметра. 7-22 по РАБАМ. Плюс 2 гейта добавляет ДНС. Так, Адепт ещё приходит. Пробочка ещё одна. Так, Адепт заходит. Куда ты, ё-моё, идёшь? Так, Адепт телепортнулся. А Аракул с другой стороны залетает. ДНС тут. Чё он боится-то? Жёг бы на пофиг. Там три раба крестом сейчас вообще есть. Так, ещё один пилон ставится. Два гейта добавляется. Бустится варп сейчас. Ещё раз стрельнул такой циклон захватом с ним. Ещё один циклон пошёл. Но тут надо просто больше оракулов и больше сталкеров делать как бы. Я не знаю, почему ДНС тупит и не запилит здесь гейт где-то, чтобы варп был быстрый. Ну, это, по-моему, ошибка сейчас очень серьёзная такая. Ревелэйшн кидать, думаю, смысла особого нет. Хотя здесь энергии уже сотка почти. То есть есть и на ревелэйшн, и на... Ну, там прогрев ещё один. Так, Аракул вообще ДНС мастит сейчас. Здесь в КСМ кто-то едет. Куда КСМ-ка едет? На датчик КСМ-ка едет. Гиты открываются. Пошли ещё адепты. Четыре сейчас адепт плюс сталкер плюс оракул. Третий через 20 секунд будет готов уже. Здесь два... Так, здесь циклон один, кстати, циклон. Адепты врываются. Бункер, конечно, делается. Так, сталкер заходит. Мазеркор заходит. Адепт телепортируется. Два оракула на циклонов набрасываются, как хищники просто. Минус циклона, минус Марин Лорд. 3-1 ДНС. ДНС сегодня удивляет. И сегодня, да, день, когда выигрывают не фавориты. Так, и что там варди-то выиграет? Так, спрашиваю. Так, 18 октября финальный день. Так. Иначе. Как видите, да. Так. 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 Короче, ладно, разберемся Когда там остальные матчи, ребята Я выхожу, делаю стоп-старт Сейчас я вернусь без задержки На парочку минут к вам И расскажу, что будет завтра И будем прощаться на сегодня Я поставлю воды на заливку на YouTube И все дела Спасибо